Юлия Денисовна Заседская На отчество тоже можно обратить внимание. Потому что ее отцом был поэт-партизан Денис Давыдов. Герой войны 1712 года. Поэт-партизан Денис Давыдов. Поэт-партизан. Она от отца унаследовала такой характер партизанский. В этом мире передалось ей в генах. И литературный дар от отца унаследовала. И характер тоже. Она была вхожа во все литературные круги тогдашние. Дружила с Достоевским. Дружила с Лисковым. С Достоевским она постоянно вела споры. Дебаты очень острые. На темы веры. Достоевский отстаивал православие. Считал себя православным человеком. А Юлия Денисовна исповедовала евангельскую веру. У них были очень острые схватки на этой почве. Засецкая прямо заявляла. Почему это вы, Федор Михайлович, считаете, что русский человек всех лучше и вера его всех истиннее? И в таких спорах Засецкая выходила победительница очень часто. Клала Достоевского, как говорится, на обе лопатки. Она хорошо знала Библию. Она следила за всеми новинками, которые выходили на Западе по богословию, по истории христианства. Была очень хорошо подготовлена в этом отношении. Но, несмотря на разногласия в этом вопросе, Достоевский ее уважал. Он всегда охотно включался в беседы. Он уважал ее не только за живую веру, но и за благотворительность. Очень такую искреннюю и щедрую. Засецкая первая открыла в Петербурге ночлежный приют. Она помогала престарелых родственников Достоевского устраивать. Или в этот приют, или в дом престарелых. Ну, были там какие-то трудности всякие в бюрократическом характере и так далее. Бюрократия в России навсегда была развита. Я смотрел воспоминания последней жены Достоевского, Анны Григорьевны. Вот она там тоже упоминает Засевскую. Говорит о том, что у нее была вера евангельская, неправославная. Что Федор Михайлович любил с ней встречаться, беседовать. Говорит о том, что как она им там помогала в разных там семейных, финансовых затруднениях. И даже привела такой эпизод, когда Достоевский умер. И были такие похороны большие, что отпевали Достоевского в Александр-Невской лавре. И чтобы туда попасть, нужен был специальный пропуск. Кругом полиция была, оцепление, вся эта предсоборная площадь была запружена народом. И стояли наряды полиции. А когда Засевская утром собралась ехать туда на отпевание, то забыла пропуск с собой. И когда подъехала ближе к соборной площади, ее останавливает полиция, требует пропуск. Она говорит, я же жена его. Супруга. Полицейский отвечает, тут много жен проходили уже. Многие себя называли женами. И никак не хотели пропускать супругу даже. И вдруг она видит неподалеку карета, на которой подъезжает Заседская. Она ей махнула рукой, потому что Заседская переговорила с полицейским. И тут же сразу ее пропустили. Ну, то есть она была очень влиятельной дамой в разных кругах литературных, государственных, чиновничьих и так далее. Я смотрел ее письма, адресованные Достоевскому в архивах. Она такие глубокие темы затрагивает библейские, на тему апокалипсиса, рассуждает и старается вразумлять Достоевского, направить его ближе к Евангелию, к Христу. Вот вы, писатели, мол, где-то вот вокруг и около Евангелия, вокруг и около Христа, где-то вот на пороге Царствия Божьего стоите. А войти в Царствие Божие никак не решаетесь, что вот такого характера письма ее. К сожалению, ответные письма Достоевского к ней вероятно не были, но вот до сих пор их не удается обнаружить, где они. Или где-то, может быть, у родственников соседской они остались, осели, осели в личных архивах и не попали в общественную. Но было бы интересно с ними тоже познакомиться. И вот ее перевод. Перевод Джона Буньяна «Путешествие Пилигрима в небесную страну». Этот перевод очень понравился Лескову. Лесков написал такую восторженную рецензию, рецензию «Отклик». Там отметил, что такой перевод могла сделать только женщина. И только христианка могла почувствовать содержание духовной этой книги. У Заседской была такая миссия приглашать писателей, литераторов на беседы Рецтека, на собраниях. По ее приглашению как раз и Достоевский побывал на одном из таких собраний и потом делал запись в своем дневнике. Мы уже упоминали об этом. И Лесков тоже через нее получал сведения о Рецтеке и написал потом большой очерк о нем. К литературному служению были причастны еще две дамы. Мать и дочь Пейкер, мать МГ Пейкер, Мария Гавриловна, а дочка Александра, Александра Ивановна Пейкер. МГ Пейкер занималась тюремным служением. Она открыла в Петербурге такое заведение, которое сейчас мы называем Реб-центр. А тогда это заведение называлось так – убежище для освобожденных женщин. Убежище для освобожденных женщин, для реабилитации тех, кто провел долгие годы, по заключению. И она же была директором Петербургского тюремного комитета. Директор Петербургского тюремного комитета. Пейкеры тоже, как и Засецкое, дружили с Лесковым. Ну, Лесков как писатель, он умел давать такие точные оценки, емкие, образные каждому человеку. Вот интересная его характеристика, данная Пейкер, матери МГ Пейкер. Образованная и умная женщина, каких немного. И при том, очень сильно убежденная христианка. Но дух ее благочестия англоманский и очень чистый и высокий. Ну, мы понимаем вот эти оттенки. Почему англоманские? Ну, естественно, почему. Редсток, проповедник, литература, книги западных богословов. Ну, естественно, тип такой вот духовности, тип духовной жизни соответствующий. Чистые, высокие убеждения, глубокие. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Мать и дочь Пейкер взяли на себя особую миссию, особое служение. Кроме того, что мать занималась тюремным делом, они стали издавать такой оригинальный журнал, духовно-просветительский. Этот журнал назывался «Русские рабочие». Русские рабочие. Название вроде бы такое нейтральное, не говорящее о том, что он христианский журнал. Первый номер вышел в 1875 году. Можно сказать, что это был первый в истории России «Евангельский журнал». Первое, 1875 год. Первое евангельское издание. Первое в истории. Что там было в нем? Какие материалы? Проповеди простые, рассказы духовно-назидательные, выдержки из Священного Писания, размышления над Библией. И очень много иллюстраций, много иллюстрированного материала. Рисунки, фотографии, портреты. Этот журнал был крупного формата. У меня есть копия с первого номера. Это один к одному копия. Первый номер. Обложечка первого номера. У него такой вид. Простой. Неслужный. А вот сейчас я покажу вам одну из иллюстраций этого журнала. Вот видите, здесь такие три красавицы и пожилая леди. Какой-то между ними диалог интересованный, оживленный. Как вы думаете, что это за леди? Что вы предположите? А вот это пожилая леди, оказывается, жена президента американского. Звали ее Марта. Марта Вашневтон. Супруга одного из президентов американских. Джорджа Вашневтон. А кто же эти три красавицы? дети вошевают. Мы все равно не догадаемся, кто это качал. Все дело в том, что это иллюстрация к рассказу, помещенному в журнале «Русские рабочие». В этом рассказе повествуется о том, как к жене президента Джорджа Вашингтона пришли представители золотой американской молодежи, тогдашней, светской молодежи, эстократической, со мной такой претензии. Они выразили претензии к жене президента. Почему вы, как первая леди страны, не устраиваете балов для молодежи, повеселительных балов? Значит, мы молодые, у нас должны быть развлечения, интересные в высшем обществе, а вы должны быть инициаторами этого, а вы ничего подобного не устраиваете. Вот такая была просьба, такое заявление со стороны этих девиц. И тогда Марта Вашингтон стала им так подробно, обстоятельно рассказывать о своей жизни. О том, как они жили в детстве, в молодости, каким тяжким трудом они добывали хлеб насущный, как они обустраивали земли американские, бахали, сеяли, как они заботились о мужьях, о детях. Вот такая атмосфера, у какого была характера спартанские, подвижнические, христианство. Нам было не до увеселения, до балов. И естественно, она потом пришла на христианские темы, на духовные, встала им свидетельствовать о Боге, о Евангелии. И здесь вот художник очень хорошо схватил всю окружающую обстановку. Жена президента, первая леди, казалось бы, но в то же время она занимается простым трудом. Она вяжет, у нее в руках вязание, там у лоб ниток лежит, ножницы. И она не просто обыватель, не просто там женщина, домработница и так далее. У нее есть интеллектуальный запрос, то видите, какая библиотека сзади. Это смысл? Нет, это не ее, это ее комната. Холианты толстенные. И не просто они стоят для украшения. Там закладочки. Да, там заметочки. И она постоянно читает, разгружает. Да, серьезной литературой. Вот это был такой рассказ воспитательного характера и к нему соответствующие иллюстрации. Еще надо было на столе вот на эту библию положить, чтобы библия была видна. Я вам только не помню. Неужели русским рабочим было интересно читать про журнал Алиганского? Да, это вопрос такой непростой. Между прочим, были критики, которые критиковали этот журнал за это. В том числе и Лесков. Хотя Лесков помогал им, помогал пейкерам готовить журнал. Иногда свои статьи туда подавал. Часто помогал редактировать материалы. Потом писал статьи об этом журнале. И там были такие вот критические заметки. Тоже по этому поводу. Многие там рассказы, повести связаны с английским бытом. С американским. Это же другая культура. Ну, можно сказать, что это была справедливая критика. Но там были не только материалы, связанные с жизнью западных людей. Там были чисто русские. Тот же самый Лесков писал туда статьи, заметки на чисто русском материале. Там были выдержки из проповедей отечественных православных проповедников. Там положим размышления Тихона Задонского о молитве. Тихон Задонский, там почитаемый всеми православными в том числе. Выдержки там из проповедей Иоанна Златоуста. Так что он был такой разнообразный по тематике и по отбору авторов. Интересно, их самоотношения с Лесковым складывались тоже. Лесков был человек таким, человеком сложным. Как и многие люди талантливые. Значит, он то сочувствовал, то помогал активно, то вдруг начинал там критиковать, высказывать несогласие свое. Давал иногда советы, такие своеобразные. В то время, наверное, среди верующих было такое вот увлечение духовной экзотикой. Мы с вами говорили там об экзотических течениях, таких как хостовство, скопчество, прогунство, малаганство и так далее. Во второй половине XIX века вот что-то такое, брожение начинает происходить, когда стали искать особых таких чувственных переживаний, эмоциональных встрясков, встряски эмоциональные во время богослужения. Такое влечение испытали некоторые дамы петербургские, из петербургского пробуждения. И в частности, наверное, Пейкер. Лесков это уловил, уловил вот этот момент, значит, их тягу вот к такой экзотике. И тут же письмо, письмецок прислал в адрес Александры Пейкера. Вот маленький отрывок из этого письма. Что это вы, Александра Ивановна, сейчас отыскиваете пророчиц между сорочицами и апостолов между всякими кишмишами? Вы же так дороги для существа, которые одно ценнее многим. Вы должны служить прежде всего славе Божьей. Вот ваша основная цель. То есть не ищите пророчиц, не гоняйтесь за теми, которые правослушают себя апостолами, пророками и так далее. Вы делаете вот то дело, которое Бог вам поручил, к чему призвал. Занимаетесь изданием журналов, посещаете тюрьмы, благотворительный проект какие-то воплощаете. Вот такой совет, можно сказать, мудрый дал. У Лескова был сын Андрей. Его личная жизнь не совсем гладко складывалась, жизнь Лескова. Развод у него был. И вот этот ребенок остался, можно сказать, таким бесхозным при Лескове. Не с матерью, а с ним остался. А он был человек непрактичный. Занят был литературными делами. Постоянно вот в такой стихии находился. Не умел организовывать быт, как следует. И просил, чтобы ему пейкеры помогали в этом отношении. Помогали ему воспитывать сына. И как только наступала весна или лето, он Андрея отдавал на попечение пейкерам. Что они его забирали, брали его с собой на дачу под Петербургом. И воспитывать его старались в христианском духе. Прививать ему христианские интересы, стремления. Андрей потом написал свою биографию. Я ее просматривал. Ну и там он упоминает такие вещи, что пейкеры научили меня писать евангельские тексты на плакатах из речения, из Евангелия. Художественные такие вот плакаты, тексты. Пейкеры научили меня играть на концертино духовной гимны. Концертино, это, наверное, был какой-то инструментский небольшой, похожий на органчик, на клавесиночку. Пейкеры проводили со мной духовно-воспитательные беседы ежедневно. А отец писал им письма и требовал, чтобы каждый день они заставляли меня читать по-французски. Не менее часа, чтобы я читал по-французски. Чтобы я учил французский язык. Так что вот отворное духовное влияние пейкеры распространяли на разных людей, на таких, как Лесков. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok